В основном здесь люди из города Харькова, часть есть из Полтавы. У нас по первенству, да, якобы? Да, в основном да. Потому что мы понимаем, что есть уровень договоренности. Это нашего президента, Порошенко, премьер-министра, кто там еще договорился. В том числе мы подозряем в этом участвует главный прокурор Украины, Шелкин. В этой договоренности. Почему? Потому что на данный момент, вы помните, был Майдан, во время Майдана Кернес поставлял тетушек во всю Украину. Вот парень, непосредственно которого во время Майдана он пытал. Лично его. То есть, соответственно, его охрана схватила и лично мэр принимал участие в этих пытках. Это дело переносится уже пятый раз. Есть уголовное производство? Ведется оно в Полтаве. И у нас есть... Полтавы под тетушком? Нет. Это его охранники берем. Охранники Кернеса. Охранники Кернес мне лично сломал нос. А почему в Полтаве? Изменили подсудность. Изменили подсудность. И у нас по нашему мэру любимому есть ряд вопросов коррупционных схем, которые, как только начинает милиция проводить хоть малейшее расследование, оно тут же забирается в прокуратуру замораживается. Это коммунальный депутат городского совета, который, в принципе, ориентируется в тех процессах, что там у нас в городе происходит. Уровень коррупции и воровства, я вам могу сказать, что сегодня коррупционная составляющая, вот для сравнения, мои помощники проводят аудит, из 6,7 миллиарда сегодня бюджет города, мы посчитали как минимум 2,5, а то и 3 миллиона, это ровно коррупционная составляющая, миллиарда, это коррупционная составляющая. Сегодня есть более 10 уголовных производств по многим коммунальным предприятиям. Все эти уголовные производства, мое мнение, они должны переехать в Киев и быть... Это в областной прокуратуре у нас находится? Это находится в областной прокуратуре. Значит, часть дел находится в Главном управлении Министерства внутренних дел Уловакова. Конкретно коммунальное предприятие Жилкомсервис, это основное предприятие по сбору средств квартирной платы. Значит, часть находится в областной милиции города Харьковской области. Ты расскажи суть, что создается коммунальное предприятие, оно набирается кредитов. Смотрите, вопрос... Суть вопроса, я думаю, не нужна. Просто суть, набирается кредитов, признается банкротом. Везде схемы, я думаю, что вы как человек опытный в этом деле, вы знаете, схема везде вымывания денег одна. Коммунальное предприятие, ООО, ЧП. Схема одинаковая. Везде, допустим, там, парксервис. Стоит ЧПшник, собирает деньги. На самом деле, созданы коммунальные предприятия парксервис, Харьков парксервис, на которые выделяются дополнительно еще бюджетные средства. То есть, которые зарабатывают деньги, но не платят их бюджет, потому что вывод этих денег идет через ЧП. Таких предприятий создало сегодня 67 коммунальных предприятий в городе Харьков. Думайтесь, для полутора миллионов это очень большое количество предприятий. Я понял. И сегодня все это тормозится. Первое, почему? Потому что сегодня милиция у нас, скажем так, верхушки поменяли. Ну, примерно, без обид. Как у вас. Дай бог вам здоровья, что вы тут еще терпите. Это все. Я чувствую, что вы сюда вас бросили. Вот вы, я знаю, в Грузии депортировали всех воров в законе. Я вам могу сказать, что если вы депортируете воров в законе с Украины, то у нас при власти никого не останется. Извините за такую, эту самую. Поэтому... У Харькова точно. Значит, что я могу реально сказать? Эти дела, я понимаю, разбросаны. Часть их у нас, часть их не по областям, их часть, да, милиции и так далее. Я поговорю, я что могу, ни одного дела, подо мной конкретно лично их нету, чтобы вас не обманывались. Подо мной служба, которая следует коррупционные преступления самих прокурорских работников, системы, да, и по реформам еще. Я могу вам обещать, что я поговорю с генеральным прокурором, чтобы как-то произошло заслужение всех этих тел, чтобы их как-то собрали или пододли. Совершенно верно. Их нужно вместе. Или соединить, или заслушать, заслушание, провести всех, которые от разговора не принимать определенные... Тогда легче контролировать, просто иначе он закрыл там, там, там. Вопрос, почему, Дима, извини, закончил. Мы с чего начали с самого начала, Дима, с чего начали? С того, что мы знаем о договоренностях. Мы знаем о договоренностях на уровне администрации президента. Соответственно, мы знаем, что президент сегодня, как человек, назначающий генпрокурора, значит, он может либо дать такую команду, либо не давать такой команды. Мы понимаем, что это тяжело. Но, опять же, почему мы до вас к вам обращаемся и приехали к вам. Коль существуют такие дела, и это будет заслушивание. Мы прекрасно понимаем, что Шокин эти дела будет прятать под ковер. Я вам говорю это открыто. Поэтому вы, как человек, который надзирает за прокуратурой, правильно? Ну, то есть, если прямо говорить. Вы можете разобраться, то есть, вы и ваша команда. Вообще, где есть торможение, и откуда оно, и почему. Если вы дадите контакт на лицо, я могу даже сбросить номера уголовных производств, существующих всего. Давайте я вам напишу. Вот смотрите, я тут увидел. На электронную. Да, это моя визитка. Тут по Gmail можно, по любому email сбросить. Ваши контакты и выйти. Кто-то не с вами и ждет сюда в гости. Я обещаю вам, что они говорят правду, и мы не сдадимся все равно. Не вопрос, я вам верю. Мы не сдадимся. Даю, скажите, если вам нужна помощь громады, людей по любым ситуациям, то вот мы готовы просто контакт написать и оставить. Спасибо. Вы можете если вам помощь громады. Спасибо. Понятно, что дело очень серьезное и очень актуальное. Оно касается интересов украинских граждан, патриотов в Харькове. Я сам лично не был знаком и не знаком и не курирую это направление, имею в виду дело Кернеса, но могу обещать, что донесу это дело до Генерального прокурора за всех лиц, которые могут своим решением повлиять на ход этого дела и максимально сделаем все возможное, чтобы справедливость восторжествовала. субтитры сделал DimaTorzok